Добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки. Прошу прощения. Я выключаю телефон. Мы продолжаем наши уроки по книге «Навку Куратачева». Мы уже добрались до 11 главы и на сегодня мы планируем второй, третий абзац. Всем добрый вечер! Начнем. Отлично. Видим текст, правильно? Итак, общий дух святости. Съединяет в одну связку несколько особых потоков. Дух святости и желания, разума, красоты, мужества и морали. Когда этот дух проявится в своей полноте и величии, сообщает он пророкам слова пророчества. Со всей полнотой выражения, гремящей мощи, подобный голосу многих могучих вод, подобный шуму многоликого военного лагеря, подобный голосу Бога, всемогущего влечения его. И отблеск этого духа, включающего пять видов духа святости, которые перечислены выше, также открывается в духе тшувы, обитающей постоянно в каждом сердце, желающим подняться из несиных грехов и падения человеческих к высотам святости, жаждающим посетить чертог Бога. Знаете что? Не хочется помолчать, прочитав трет. Давайте мы изменим нашему принципу. Я дам вам слово не в конце, а в начале. Какое у вас ощущение от прочитанного текста? Если кому-то удобнее, чтобы я показал, чтобы я вывел текст на экран еще раз, я это сделаю, но я хочу пока передать микрофон вам обратно, какое у вас ощущение вызывает этот текст. Давайте я его прочту еще раз, покажу, как это было в чане. Давайте еще раз прочитаем этот текст. Общий Дух Святости соединяет в одну связку несколько особых потоков. Дух Святости и желания, разума, красоты, мужества и морали. И когда этот Дух проявляется в своей полноте и величии, сообщает он с пророком слова пророчества. Со всей полнотой выражения «гремящие мощи», подобно голосу многих могучих вод, подобно шуму многоликого боенного лагеря, подобно голосу Бога, всемогущего в речении. И отблеск этого Духа, включающего пять видов Духа Святости, которые перечислены выше, также открываются в Духе душевы, обитающей постоянно в каждом сердце, для того, чтобы подняться из низины грехов и падения человеческих высотам святости, жадующим посетить чертог Бога. Можно, да? Конечно, да, пожалуйста. Ну, вот я все это прочитал, как бы, да, мне понятно, что красивые слова, но мне не совсем понятно, как бы, о чем это. Не-не-не, это моя работа. Это моя работа, чтобы в конце было понятно, о чем. А так, да, хорошо сказал. Окей. Хорошо. Никто больше ничего не хочет сказать? Плохо. Плохо. Ну, че, я вот, мне, во-первых, величия много в этом отрывке. Вот, оно явно какое-то всеохватывающее, массовое какое-то, такие. Вот. И слово Дух повторяется много раз. Возможно, что-то под этим, может быть, на него обратить внимание. Я вот не знаю. Просто много раз он повторяется. Это вы нам объясните. Ну, значит, во-первых, вы молодец. Вы молодец, потому что это один из принципов понимания текстов вообще и понимания текстов Рава в частности. Обращать внимание на слова, которые повторяются, это очень часто помогает действительно понять, что проходит красной нитью по повествованию и ухватить суть, когда непонятно, о чем он говорит. Поэтому то, что мы обратили внимание на слова, которые и на понятия, которые подчеркнуты здесь, это отлично, это очень хорошо. Кто-то еще хотел что-то сказать? Ну, да. Это очень сложно себе представить, на самом деле. Кажется, ну, он так написал, наверное, так оно и есть. Что, допустим, вот эти пять разных качеств этого духа, потоков этого духа, что они соединяются во что-то единое. ты думаешь об этом желание, и разум, и красота. То есть, еще там два, три, четыре, еще как-то ты можешь себе представить, как они соединяются в одно. А опять, а все вместе, ну, как бы оно, может быть, как раз вот эта способность увидеть разные аспекты святости, оно дает пророкам эту силу прозрения. Ой, не знаю, а мне кажется, наоборот, очень естественно. И пророчества, и джуа, они выражают некий синтез вот этих вот всех перечисленных аспектов, как бы качеств. То есть, для меня, например, это очень естественно. И сначала, когда я читала, я ничего не поняла, но когда я 20-й раз прочла, я поняла, что я знаю, о чем идет речь. Ну, просто как человек, которому приходилось делать шуу, скажем так. В шуе действительно есть что-то, какой-то проблеск пророчества. Наверное, есть, да. Я эту вторую часть вообще не касалась. Ну, как бы, более-менее понятно, как это связано. Что есть некая общая основа вообще у всего, у этого чувства, желания, или не желания, а способности любиться к Всевышнему, осознать его желание. Это как бы основой пророчества и шуе. Это понятно, что оно должно быть похоже. но представить себе, на самом деле, действительно, у человека, возможно, в его чувствах соединяется часто много аспектов разных. Это да. Но именно такое вот сочетание именно этих вещей вместе, не то, что они противоречат друг другу. Извините. У меня тут кошка просят войти. А мне кажется, вот что интересно в нашей книге, всех этих вещей мы касались в той или иной мере. И вот так вот, если пробежаться взглядом по книге, которую мы уже прочли из нее 10 глав, то мы увидим, что там довольно много внимания уделялось и желанию, и разуму, и мужеству, и что там красота немножко меньше, но тоже была затронута тену красоты. Ну и морали, понятное дело, тоже. И, в общем-то, здесь как бы этот пазл собирается воедино. И пророчеству, кстати, тоже, и пророчеству тоже было уделено внимание в нашей книге. Да. Хорошо. Давайте, с вашего позволения, я начну с... Ой, извините, Натан, мне вот, пока я слушал, мне пришло в голову, что на самом деле, может быть, это перечисленные составляющие человеческого духа, то есть перечисленные названия божественных искр, что ли. То есть название того, что является духом, что в нас лил Бог. Вот эти вот мораль, вот божественная в нас, мне кажется, здесь перечислены. Но в какой-то форме здесь перечислены сферот, на самом деле, потому что, если говорить, хетер, это желание. Ну, я не хочу в это углубляться, но так проглядываю, потому что тиферот, красота, это, может быть, все вот эти вот качества от хесет и ниже. Ну, ладно, не буду я. Нет, я не буду сферот. На иврите специально прилепил иврит. Рацион сефель, йофи, гвуравы, мусар, только гвура, она среди сферот, йофи, йофи, ну, неважно, он может употреблять другие слова, но тут по другой, и по другой причине. Если бы Раф хотел намекнуть на сферот, он мог бы заменить йофи на тиферет. Не, 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 он не так, в этом я не согласна. Наоборот, у других каббалистов это там, или там, комментаторов с каббалистки он, это встречается. А Раф может говорить, у него есть специфические слова для обозначения сферот, нестандартные. Но я, тем не менее, согласна с вами, что это не сферот, потому что они идут в каком-то, так сказать, другом порядке, в каком-то... Да, вот я здесь с вами согласен, до того был больше сферот, я согласен, хорошо. Нет, просто действительно... Я не настаиваю, просто проблеснула такая мысль, но, возможно, я же... Нет, просто сейчас прочитал тоже, как бы на меня вот такой вот общеподнимающее такое, облагораживающее влияние такой текст произвел. Значит, давайте я начну с вступления такого. Когда мы обычно говорим про пророчество, практически никто про это не говорит вообще, потому что это то, чего у нас уже нет, как и храма уже тысячелетия. И если еще про восстановление храма есть какой-то разговор, про восстановление пророчества практически нет. Мы тут молимся, чтобы у нас восстановился храм. А вот у Рава мы встречаем отношение к восстановлению пророчества. Теперь я напоминаю, что Рав умер до создания государства Израиля. Но при его жизни уже было ясно, что к этому идет. Вот для меня важно подчеркнуть, что для Рава восстановление пророчества это такой же естественный следующий шаг, как и восстановление государства. То есть, Рав говорит об этом конкретно, а не такое вот общее там когда-нибудь послезавтра, через счет 18 тысяч лет. Я предлагаю читать, когда Рав упоминает пророчества, это очень конкретно, что Рав говорит, что это произойдет в ближайшие 100 лет, 50 лет, 70 лет, 20 лет. Рав говорит о пророчестве конкретно. Это как бы из нескольких мест это видно, что он относится к этому как очередной шаг, очередной этап к возвращению величия к Израилю. И отсутствие пророчества это как бы это не Параву, это не отсутствие, он это пишет однозначно. Это я видел. Отсутствие пророчества это не недостаток пророчества, это не десерт, это не дополнение. Нам для жизни нужен хлеб и вода, а вот мороженое на десерт это было бы желательно, но без этого вполне можно пережить. Пророчества Параву это так же как земля Израиля, так же Государство это то, без чего жить вообще нельзя. Это важно в учении в Тори Рава. То есть пророчество Рава это серьезно и конкретно. Это что-то, что должно к нам вернуться. Это в общем по поводу пророчества. Теперь поэтому общий Дух Святости соединяет в одну связку и когда Дух проявляется в своей полноте величия и сообщает им пророкам Словопорочества и так далее. Хорошо, теперь давайте рассмотрим эти особых потоков связ... Что-то я сегодня косноязычно говорю. Несколько особых потоков. Дух Святости, Желания, Разума, Красоты, Мужества и Морали. Давайте начнем с Красоты. Ну, по крайней мере, классически то, что как меня учили до Равкука это противоставление этики в эстетике. Противопоставление в общем-то морали и красоты. Мы говорили как бы к Шему у нас идет этика, а я что-то эстетика. Народы мира занимаются красотой. Евреи занимаются моралью. И как бы это будет одно за счет другого. Либо эти выше, либо эти выше. Революционность как бы тоже теперь это можно продолжить. Мужество практически со времен Танаха прекращено понимание его как физическое мужество, мужество в войне превращено в мужество учения Торы, в мужество не быть подонком. Борьба с злым началом и так далее. Мужество святости желания это кстати тоже интересная вещь. Вроде бы даже что-то такое для больших праведников тоже мало речи идет. Что такое святость желания. У Рав очень много идет речи про поднятие желания. Что нужно взять свое желание не бороться с ним, а поднять его наверх, очистить его и желание осветить его. Но в общем-то это как бы обычно это принято говорить такое про серьезных людей, про больших. Теперь после всего этого то, что мне кажется Рав говорит здесь намекает на такую вот вещь. Чтобы вернулось пророчество нам нужна интеграция разных сил в израильском обществе. В израильском обществе вот эти вот разные духи потоки они ассоциируются с разными секторами общества еврейского, которое на сегодня складывается, интегрируется в обществе. Идея здесь, что они все разные, иногда даже враждующие, борющиеся один с другим, они нужны. И синтез этих вещей нам породит это пророчество. Это я вот так вот вижу. И соответственно в свете этого я читаю и вторую часть. То есть пророчества у нас понятно еще нет, но к этому уже ситуация становится более и более готова. А синтез этот, это война этих качеств, она продвигается вперед, и что называется этот уже за стенкой, это уже стучится в дверь. Соответственно это пророчество, которое еще нет, оно уже оттеняет, оно уже как бы бросает, ну не тень, а скорее даже отцвет, свет на тшуву. Мне кажется, рад здесь хочется сказать, что в наше время вот именно уже тшува, она должна быть, она уже обязана быть вот такой вот. А, и обратите внимание, до тшувы, я прошу прощения. Вот эти все, если пять вещей взять, мы получим вообще-то говоря, нормальность. И с нормальностью у евреев было сложно очень, очень, очень долгое время. Мы занимались святостью, и, а вот с нормальностью, с природностью мы немножко стали таким вот, немножко гомбатым карликом таким, не очень таким этим самым. А сейчас мы возвращаемся на нашу землю, и нам нужно как-то вот, одна нога у нас была хорошо разработана, она начала вторую ногу тоже отрастить. Нам красота, простая красота тоже нужна очень. И не только святость, но и морально нужна, и также мужество нам нужно. То есть это нормальность в конце концов, нормальность как бы мощная, хорошая, красивая, моральная, да, но нормальность. И вот это как бы бросает свой отблеск также на чуву. Чува на сегодня должна быть высокая, чува из любви, чува высшего уровня. Та чува, на которой отсвечивает это вот пророчество, которое еще не пришло, но к которому мы уже как бы проходим подготовительный курс. И вот с этой точки зрения, мне кажется, стоит читать наш это. Давайте, смотрите, я предлагаю прочтение, да, мне кажется, что вот трав идет в этом направлении, но я согласен, что того, что я наговорил, здесь, в общем-то, нету, это можно немножко раскапывать. Давайте прочитаем, и я послушаю вашу притику вообще, есть ли в том, что мы прочли, то, что я вам сказал, потому что, мне кажется, можно сказать, что нет. Давайте еще раз. Особый дух святости соединяет в одну связку несколько особых потоков. Дух святости желания, разума, красоты, мужества и морали. И когда этот дух проявляется в своей полноте и величии, сообщает он пророкам слова пророчеств. Со всей полнотой выражения в гремящей мощи, мощь мы потеряли во время голода, сейчас мы ее возвращаем, и именно, допустим, светская часть, она больше дает мощь, допустим. Подобный голос у многих могучих вод, подобный шум многолюдного военного лагеря. В сравнении с военным лагерем практически нет у нас в нашей святой литературе. Это опять-таки немножко отсвечивает сторону нерелигиозного лагеря. Подобный голос у Бога, всемогущего в речении его и отблеск этого духа, включающего пять видов духа святости. Обратите внимание, красота названа здесь духом святости. Это революционность, моя точка заявит, которые перечислены выше. Также открываются в духе тшувы, обитающие постоянно в каждом сердце, желающим подняться из неси на грехов и падением человеческим высотам святости, желающим присесть чертог Бога. То есть, видимо, это наоборот тоже верно. Человек, который делает тшуву, правильную тшуву, в нем должны открыться хотя бы как-то эти вот пять чакр, если хотите, пять не источников, а наоборот приемников этих потоков. Эти потоки должны в нем отозваться. Понятна мораль? Поднятие желания это понятное смещение желания это часть тшувы. Исправление желания. Я хотел гадость, я не хочу сейчас гадость. Но также и обязательно разум. Самое плохо делать тшуву, когда ты дурной. Нужно быть. Нужно набираться разумом, нужно мудреть. Это обязательно это тоже и тшува, и человек очень-очень хромой. Красоты в конце пришло время, когда природность нормальность возвращается в святость и прекращает с ней воевать. как-то было раньше мужество и морали. Понятно, допустим, известные станахи, что пророкам для того, чтобы не сошел к ним дух пророчества, одна из техник была эта музыка. Опять-таки, это, может быть, не знаю, красота, но это искусство, да, в более широком понимании. То есть, это чего-то очень важное, что в Галуте мы потеряли с разрушением храма. И при возвращении сейчас в землю Израиля мы обязаны это получить обратно. И здесь, кстати, в классическом взятном праве, народам мира гораздо проще получить, присоединиться, получить удовольствие. Они ближе гораздо, допустим, к красоте, к мужеству. И это тот поток, где, да, возможно, соединение и вот наоборот, чтобы мы принимали здесь влияние. Ну вот, мне кажется, вот так. А вот теперь я хочу послушать вас. Натан, я тут подключусь. У меня в первый раз не совсем получилось. все-таки у меня такая более простая, наверное, я не настолько глубокий человек, чтобы постичь рава. Но мне кажется, что вот эту часть надо читать наоборот, в обратном порядке. Что сначала появляется желание избавиться от греха, сначала тяжело, сложно, что-то получается, что-то не получается, потом потихоньку, потихоньку набирается умение, и потом, когда именно уже это как нарастающий поток. Он начинается с ручейка, потихоньку получается все лучше и лучше и лучше, и потом уже это такое вот воодушевленное, вот как здесь пример военного лагеря, воодушевленное такое движение вперед, которое сокрушает все на своем пути, оно уже набралось мощи, и начавшись с какого-то робкого движения, попытки избавить себя самого от какого-то отчаяния или страдания, оно становится неостановимым потоком. Спасибо вам, мне кажется, это очень важное замечание. Я не отменяю того, что я сказал, мне очень понравилось то, что вы сказали, Тимур, я попытаюсь это даже расширить. Я согласен, что это можно и нужно читать в обратном порядке, потому что шува это первый этап хронологически, это реализация происходит сперва, а пророчество приходит потом. Но пророчество это потенциал, который это потенциальная энергия, которая реализуется через шуву, которая начинает давать свои ростки, проявляться в этом мире, а после этого действительно поток нарастает и мы в конце концов приходим к пророчеству. Безусловно, потому что пророчество оно как бы есть такой дух, который витает, но он еще не спустился на землю, как мы сказали, это еще потенциал, это что-то, что, вот как мы сказали, за стенкой, это что-то, что вот может, мы к этому сейчас готовимся, чтобы это пришло, но этого еще нет, реально этого еще нет, понятно, да, и поэтому безусловно, шува начинается в начале, но почему Рабх ты написал в обратном порядке, потому что это потенциал, которое будущее, которое засовывает руку в настоящее, его за собой тянет, его пихает туда, это потенциал, который начинает реализовываться через действие, через шуву в нашем случае, но опять-таки, не просто шуву, а именно с подчеркиванием шуву именно высокую, то есть шува, за которой стоит, за которой прячется Роха Кодыш, Святой Дух, эта шува не может быть примитивной и низкой, должна быть шува высокая. Я очень доволен вашим замечаниям. Не знаю, правильно я его понял, но мне очень-очень понравилось. Большое спасибо. Натан, можно я опять? Я хотела сейчас спросить про высокую и низкую. А что значит низкая шува? Ну, если человек расстался всерьез в своих делах, почему она обязательно это должно быть мы всегда грандируем шуву. Мы говорили много раз, что даже не только, что низкая шува это хорошо, мы говорили много раз, что даже мысли о шуве, которые ни о чем не привели, это очень важно. Наверное, все-таки все эти источники, они там за все, за любой шувой, за любым раскаянием они находятся. Безус, да. куда человек оно приведет, это вот может привести очень высоко, да. Это раз пишет, это раз пишет, что вы сказали, что даже за низкой шувой скрывается на уровне мысли высокая шува. Да. Но тем не менее, тем не менее, у нас есть шува из страха. У нас есть шува из любви. У нас есть уровни шувы. У нас есть шува, чтобы мне улюлю не сказали, потому что я боюсь, что все узнают, какие гадости сделали, и мне будет очень стыдно перед людьми. Это шува. Но есть шува, что из любви к Богу, допустим, да. Это разная шува. Мне кажется, что, Немец, к чему я говорю? Что я, скажем по-другому, я не к человеку, который делает шуву, а я к тому, кто проводит уроки и продвигает человека делать шуву. Я хочу сказать, что на сегодня толкать человека в сторону шувы, запугивая его адом, соблазняя его раем, расписывая в красках, какие большие у нас котлы в аду стоят, и какие у нас цветочки в раю, как бы, это сегодня мелко, и на сегодня ситуацию, на сегодняшнее поколение, на сегодняшнюю ситуацию это не работает. Это то, что я хотел сказать. Я не хотел сказать, не дай Бог, что такая шува это хорошо, эта шува это плохо, как бы, я хотел сказать, что на сегодняшнем поколении в общем от шува, по которому говорит трав, что называется, брюнат мигдаль, да, выбор по умолчанию это шува из любви, это высшая шува. И мне кажется, это не просто так, но потому что это та шува, которая у него в ходу. Понятно, что есть разные другие, мы ничего не отменяем, у нас все, мы уважаем любую шуву и так далее. Но я это имел в виду, что вот шува, за которой прячется пророчество, это не может быть шува вот, как бы, такая по мелочам. Это должна быть шува как-то мощная, высокая, широкая, спокойная, не знаю, как сказать даже, да, все, как мы учили в Урале. Это то, что, но я не знаю, если я себя правильно обожаю. Кто-то еще хотел сказать что-то? Да, я, меня догадка такая интересная отсоединила, что, возможно, здесь описано, что, чтобы получить пророчество, человеку нужно пройти несколько шув в области одного, второго, третьего, четвертого, пятого. И вот, когда он вот эти этапы пройдет, когда он шуванет себя во всех этих этапах, он получит большую, самую высокую шуву, а вместе с ней пророчество. Отлично, очень хорошо, правильно. И параллельно этому процессу, чтобы это произошло в обществе, мы имеем в обществе разные сегменты, каждый из которых представляет одно из этих потоков, который можно делать в шуве. и это общество путем интеграции получает в конце концов этот один мощный поток, который в себя включает и то, и другое, и третье, четвертое, и пятое. И тогда каждый индивидуум, для него это будет уже гораздо более естественный процесс. То есть, безусловно, что вы сказали, это верно. Раб говорит и на уровне индивидуума, и на уровне общества. Просто я обратил внимание, опять-таки, набравшись Раба, я всегда пытаюсь увидеть, что Раб как бы говорит на уровне общества. Иногда, опять-таки, иногда, поэтому я пропускаю, что в том же самом месте Раб говорит и про индивидуум. Так что, вашему замечанию я тоже очень рад, это очень важное дополнение. Безусловно, это касается как бы и конкретного человека, который эти все разные потоки должен себе естественно совмещать, а на сегодня как бы мы видим расслоение общества. Либо так, либо так, либо три из пяти, либо два из пяти, либо одно из пяти. Нужно нам все вместе. И общество как бы вот такое вот как бы расслоенное, там, ругающиеся друг с другом, но выражающие эти разные точки зрения, оно идет на пути, как бы через кризис идет на пути этой интеграции к получению пророчества. То есть, читая Раву, мы понимаем, что это речь идет о десятках лет, то есть, видимо, мы можем этого застать. В крайнем случае, немногих сотен лет наши дети, внуки это застанут, но это что-то, что уже они где-то там. так, без 10 и 7. Я не буду начинать следующий отрывок, потому что он тоже глубокий и важный, поэтому, если кто-то хочет как-то завершить нашу тему, я буду очень рад. Большое всем огромное спасибо за все замечания, дополнения, потому что, мне кажется, они очень обогатили наш урок. И все приглашены на следующий урок, на следующую неделю. До свидания. Всем большое спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Всего лучше. Субтитры сделал DimaTorzok